всем привет это канал хвостатый питомец канал о товарах для животных и о самих животных и сегодня вам расскажу какое будущее ожидает нас в промышленных кормах для собак и кошек так что усаживаемся поудобней машин хвостиками и погнали вот уже много лет подряд различные международные агентства предрекают нашему человечеству продуктовый катаклизм голод некоторые даже называют примерно 2040 год когда людей на земле будет намного больше чем производимых продуктов питания и вот различные исследовательские центры лаборатории изучают экспериментируют и придумывают различные источники питания для нас с вами но те которые возможно раньше никогда не использовались или используется но недооцененные но не только для нас с вами думают ученые но и также о наших кошках собаках примерно процентов 20 мясной промышленности на всей планете земля как раз таки уходит на корм нашим с вами кошкам собаков и ученые начали думать чем же заменить вот это мясо которое необходимо нашим платаедным собакам и кошкам на какой-то альтернативный источник мясной продукции и вы уже знаете из моих обзора что составе всех сухих кормов для наш с вами кошек собак присутствует растительная составляющая где-то ее больше где-то и меньше но она есть в какой-либо форме либо непосредственно в злаках непосредственно в растительном белке либо там просто каких-то овощей но она присутствует и многие ученые вместе с нами солидарны то что ну растительный белок это не такая уж хорошая альтернатива мясным ингредиентам в составе кормов но все-таки кошки собаки лица платоядными животными и вот они думают чтобы такое предложить нашим питомцам как бы сделать так чтобы не было большой нагрузки на мясную промышленность и соответственно это удовлетворяло потребностям наши с вами питомцев и на самом деле в 2019 году есть три основных ингредиента на которые направлены усилия этих ученых и сейчас вам о них расскажу и первый ингредиент это грибы кольжи ну возможно вы о них не слышали но они существуют и их употребляет ежедневно в рацион ну примерно миллиард человек на планете земля да но в рационе наш с вами собак они пока что есть только в виде лакомства до данная компания привлекает настоящий момент достаточно большое количество инвестиций на разработку непосредственно гранулы сухого корма то есть гранулята и примерно во второй половине 19 года то есть в этом году они обещают сделать уже непосредственно сухой корм в котором доминировать будет данный гриб чем же он такой интересен в тем что он содержит 10 незаменимых аминокислот которые необходимы нашим с вами собакам да в первую очередь корм будет для собак так что девятнадцатом году они обещают выпустить данный корм инвестиции в разработку данного сухого корма достаточно большие и одна из таких крупных корпораций которые активно спонсируют данные исследования и разработку это корпорация марс ну вы ее наверно уже давно знаете второй ингредиент это сверчки да друзья обычные сверчки вот именно они как раз таки считаются тоже достаточно мощным заменителем мяса они содержат достаточно большое количество аминокислот различных полезных веществ и на самом деле сверчки уже есть в составе сухих кормов в частности вот в этом корме от компании насли пурри на на особо также вам представлять на данную компанию и помимо всего прочего есть различные лакомства уже со сверчками как сами производители говорят что это уникальный ингредиент который очень будет полезен нашим питомцам но пока что это является таким дополнительным ингредиентом в общем составе корма и соответственно лакомство именно что дополнительным потому что исследование еще не закончены и до конца непонятно их как говорится эффективность и польза но опять же разработки идут очень активно да друзья личинки личинки вообще считаются сейчас очень мощным ингредиентом и основные инвестиции основные умы ученых направлены краски непосредственно на них в первую очередь личинки должны заменить или дополнить рацион питания нас с вами а во вторую очередь уже для наши с вами питомцев собакам и кошкам первую чуть рассматриваются личинки черные львинки ну либо как достаточно часто переводят личинки мух черных солдат они в основном как разки и берутся за основу и на самом деле уже есть достаточно большое количество фабрик по производству данных личинок в части крупная фабрика базируется в великобритании и южной африке также второй крупный гигант базируется у нас во франции это огромное предприятие в которых выращиваются данные личинки и на самом деле от по ним как разки есть больше исследований и больше научных данных чем по двум предыдущим ингредиентам не так давно было проведено достаточно крупное исследование доктором наук райном ямкой совместно с двумя компаниями краски на предмет как усваивается корма в составе которых есть личинки черные львинки в организме собаки на самом деле исследования показали что достаточно хорошо также помимо всего прочего этих личинок есть большое количество необходимых аминокислот и мне кажется что как раз таки вот данное направление вот из этих всех трех альтернативных источников мяса будет наверно самое такое направленное и быстрее всего как раз таки войдет в массы но также друзья не забывайте что различные крупные корпорации также заинтересованы в таком источнике мясной продукции ну марс уже играет и соответственно на слепурина также уже играет на рынке вот этих альтернативных источников мяса и кстати друзья стоит отметить что в европе уже вовсю продается корм которым как раз таки доминирует белок из этих личинок знакомьтесь корм йора в нем 40 процентов белка как раз таки из личинок мухи черные львинки можно уже покупать вот такой вот будущее нас ждет и как относиться к таким кормам конечно же каждый решает сам но то что это будущее реально это точно настоящий момент достаточно большое количество исследовательских центров в том числе те которые занимаются непосредственно питанием наши с вами питомцев такие как авка и феди уже занимаются данным вопросом я друзья не удивлюсь что году так двадцатом максимум двадцать первым в рекомендациях к питанию собакам и кошкам будут какие-нибудь из этих ингредиентов когда ждать появление данных ингредиентов составе кормов у нас в россии сказать достаточно трудно но то что они будут это точно не забывайте что две крупные корпорации как марс и на слепурина занимаются этим вопросом они все-таки у нас занимают в россии примерно 70 процентов рынка так что появление таких кормов будет у нас точно обязательно укажите в комментариях свое мнение о данных альтернативных источниках мяса также напишите будете ли вы кормить сухим кормом в котором доминируют личинки либо сверчки но я друзья и дальше вас будет в курсе различных новостей о товарах для животных всем хорошего настроения держите хвост пистолетом любите своих животных и пока а